О мерах по предупреждению пожаров в весенне-летний период говорили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города Искитима 10 апреля. Свой доклад директор службы гражданской защиты населения Александр Мальцев начал с цифр статистики о количестве пожаров и пострадавших в них людей по Российской Федерации, Новосибирской области и городу Искитиму в частности. Если взять наш город, то в прошлом году у нас произошло 50 пожаров, это немножко меньше, чем в 2017 году на 4 случая. 4 человека, к сожалению, у нас погибли в прошлом году, так же как в 2017. И травмированных у нас по прошлому году 4 человека, в 2017 2. В текущем 2019 году на территории города уже произошло 22 пожара, в которых погибло 2 человека и 5 травмировано. Многолетний опыт работы и результаты наблюдений позволяют противопожарным службам делать выводы. С наступлением весны, когда устоится теплая погода, наблюдается многократный рост числа пожаров. Это прежде всего связано с тем, что начинается уборка придомовых территорий, приусаденных участках, дачных обществ. Большое количество пожаров происходит от пала прошлогодней сухой травы и голючего мусора из-за несторожного обращения с огнем при разведении костров, детской шалости. При этом нередко огонь выходит из-под контроля и распространяется на большие площади. И часто перекидывается на надворные постройки, на жилье, частные дома, дачные дома. И при неблагоприятных метеоусловиях сгорают целые населенные пункты. Если взять прошедшие сутки, то вчера, по данным космомониторинга, на территории Новосибирской области было зафиксировано 38 термических точек. Четыре из них – это Искитинский район. Большое значение, подчеркнул Александр Николаевич, именно в пожароопасный период имеет профилактическая работа в различных ее формах. Это и публикация средств массовой информации в социальных сетях, печатные издания, памятки и так далее. И во всех сферах деятельности – это школы, больницы, садовые общества, объекты спорта и культуры. С учетом того, что весна в этом году ранняя, а погода теплая, это увеличивает риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами. В зоне повышенной опасности у нас находится частный сектор города, центр отдыха и оздоровления «Лесная сказка». Особый внимательный контроль за состоянием городских кладбищ, полигона твердых бытовых отходов и садовых обществ, находящихся на землях городского округа. Это вызывает беспокойство и пожарную безопасность акционерного общества Новосибирский завод искусственного окна в силу большой занимаемой площади и особенностей расположения. Потому что вокруг поля часто они остаются неубранными, сухая трава. В рабочем порядке на совещании обсудили весь комплекс мер противопожарной безопасности, обозначили тонкие места и варианты решения вопросов, с ними связанных. У нас есть места, которые мы знаем, которые находятся в недовлетворительном пожарном состоянии и которые горят каждый год. Поэтому мы согласовали по месту и времени с начальником пожарного гарнизона. Управление благоустройства дорожного хозяйства выделило нам поливомочный автомобиль. И вчера где-то после обеда мы начали и в течение 6 часов составом нашего учреждения, это заместитель мой, начальник ЕДДС и водитель, работали, отжигали фотографии. Вот это вот западный склон. То есть при благоприятных погодных условиях, вчера ветра не было, была у нас вода, есть у нас средства пожаротушения, которые мы приобрели и костюмы специальные за счет бюджетных средств. Там осталось где-то совсем немного. Там были люди, вышли к нам на помощь. Они там были и с лопатами, и с граблями, и благодарили, потому что мы боимся, что не до Бога, когда будет ветер, когда начнется вот этот пал в ночное время. А именно вот эта территория, она угрожает жилью и людям. С судокладом выступил представитель Новосибирского завода искусственного волокна, сообщив о том, какую работу проводят в рамках предупреждения о чрезвычайных ситуациях с огнем. Что касается 15-го цеха, мы уже провели, контролируемый ложек, то есть у нас там уже в осенне каких-то цехов на нету. Что касается периметра основной площадки, то есть южная сторона, у нас где обычно как раз проходят такие пожароопасные мероприятия, то есть мы тоже отожгли, то есть там в осенне нету. В том городу по осени мы расширили опашку, провели полосу шириной где-то около 12 метров, то есть и по предприятию, как был создан приказ, у нас сейчас в настоящее время проводится уборка территории, внутри периметра. То есть цеха все задействованы, силы следствия, мы сказали достаточно. На совещании были заслушаны и приняты к сведению доклады о результатах деятельности по предупреждению пожаров в пожароопасный период начальника третьего отряда Федеральной противопожарной службы Баулина Сергея Петровича и начальника надзорной деятельности Искитима Ремель Дмитрия Викторовича. Благодаря принятию своевременных мер по недопущению распространения горения, в частности руководством города и руководством завода Инзир, глава главами Бурмистровского, Шепковского сельсоветов, а также наращивание группировки сил и средств, в том числе соседних гарнизонов, города Новосибирска, города Берска, Черепановского района, при одновременно действующих на территории четырех техногенных пожаров удалось избежать трагических последствий на территорию двух населенных пунктов и завода искусственного волокна. Считаю необходимым рассмотреть вопрос в экстренном порядке по увеличению численности патрульно-маневренных групп. По итогам пожароопасного сезона 2018 года практика применения данных групп доказала свою эффективность. При тушении сухой растительности на больших площадях необходимо предусмотреть возможность использования инженерной техники, то есть трактора с плугом, на договорной основе, либо с частными лицами или предприятиями, для создания минерализованных полос как наиболее эффективный метод и способ локализации ландшафтных пожаров. На территории Новосибирской области в первой декаде апреля прогнозируется повышение температуры воздуха днем до плюс 15 градусов, а месячное количество осадков ожидается меньше нормы. Это указывает на то, что уже в начале апреля возможно возникновение термоточек и осложение обстановки. В настоящее время на территории города зарегистрировано уже 16 пожаров сухой травянистой растительности. Только за прошедшие сутки 11. Факт о том, что в текущем году весеннелетний пожароопасный период будет сложным, не оставляет сомнений. Снег уже остается только в лесах, термические точки возникают все чаще. Поэтому сделан акцент на то, чтобы направить основные усилия всех должностных лиц на проведение профилактической работы с населением, о том, что нельзя жечь сухую траву, тем более, когда будет объявлен особый противопожарный режим. Уже у нас был видеоселектор с правительством Новосибирской области. Планируется его ввести с 1 по 10 мая. Это длительные выходные будут. Именно в этот период особый противопожарный режим. Когда вообще нельзя уже и будет ни профилактических отжигов никаких делать, и вообще баловаться, так сказать, с огнем. Вот до этого срока все, что можно сделать именно в профилактических целях, я имею в виду уборка и плановый контролируемый отжиг сухой растительности, вот это вот нужно сделать. Ну и у нас есть единая дежурно-диспетчерская служба, телефон 112-237-28. О всех происшествиях и загораниях сухой травы, растительности нужно звонить по этим телефонам и извещать дежурную службу о том, что там горит. То, что вчера у Шипунова горела территория около гектара, информации от жителей, к сожалению, не поступило. А вот именно патрульная группа увидела, что горит трава. Если вовремя не сообщить об этом и не отреагировать на такие пожары, то может и трагедия случиться. У нас люди очень грамотные на самом деле. И дачники прекрасно знают, как нужно делать. Поджигать не надо. Нужно убирать старую траву. Если есть возможность, то ее закопать, делать компостные ямы, делают. Если такой возможности нет и надо обязательно жечь, то делаются, как у нормальных людей. Стоит бочка вдалеке от зданий, не ближе 50 метров. И подконтрольно, вот бочка с водой, вот бочка, там можно какую-то часть сухой травы сжечь. Подконтрольно. И в том случае, если не введен особый противопожарный режим, и есть здесь рядом ведро с водой или бочка с водой, чтобы можно, естественно, в безветренную погоду проводить все эти мероприятия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова